Я вспоминаю одно свидетельство, которое читало об обращении одного человека к Господу. Вы знаете, он, посещая храмы, вошел в один из церквей и остановился перед одним распятием, которое было изображено. И там было написано, что сделал я для тебя, что сделал ты для меня. Бог в лице Сына Своего и Иисуса Христа вот столько сделал для нас. Христос умер и воскрес, и Он по сегодняшний день ходатайствует за всех нас пред Отцом Своим. Это делал и делает Он для нас, что делаем мы для Него. И вообще в деяниях наших не нуждается Бог, нуждаемся мы. Мы Божье творение, мы подобие Божье. Вы знаете, мы частица Божья. И поэтому Бог без нас обойдется, а мы без Него нет. Мы очень-очень велико нуждаемся в Боге. Хотя, может быть, не все это сразу понимают, могут осознавать. Ищут Бога во всяких развлечениях, в разнообразиях, да? Ну и так далее. Но найти удовлетворение своему сердцу, восполнить то, что может сделать только Бог, человек нигде не найдет и не сможет. И когда-то Он все равно придет к этому выводу, да? Только кто-то придет вовремя, а кто-то придет к этому выводу, я думаю, поздновато, а кто-то поздно. Для кого-то это будет поздно. Поэтому Бог сегодня определяет нам время искать Господа. И я считаю, что это нормальное чувство, когда человек ищет что-то, не имея Бога внутри себя, не зная Бога. Это нормально, потому что кто-то сказал, душа наша христианка. И поскольку это действительно так, она нам не даст покоя. Наша внутренность не успокоится, пока не найдет покой у ног Иисуса Христа. Мы можем проделать большие километры, мы можем потерять много-много времени, но покой мы найдем, по-настоящему покой и смысл нашей жизни только у ног Иисуса Христа. Христос, в свое время обращаясь к людям, которые, наверное, даже и не понимали, о чем идет речь, сказал им, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это определенная категория людей, в адрес которых сказал Иисус Христос такие слова. Те, которые пока, пока говорю, еще не имеют в этом нужды, не видят себя в числе труждающихся и обремененных, и у них еще есть какие-то перспективы, может быть, рассчитывают на какое-то время, ставят пред собой какие-то еще недостигнутые цели, надеясь, что там есть что-то такое, в чем человек, так скажем, имеет потребность. К этим Христос пока не обращается. И их эти слова не впечатляют. Они об этом не думают. Почему? Потому что то, что в человеке внутри, оно придет когда-то наружу. У кого что болит, тот о том и говорит. Правда, да? А когда оно нас действительно так близко коснется, как брат Павлов с Леной спели псалом о том, как болит и тоскует душа, то, конечно, когда оно в свое время, когда оно при определенных обстоятельствах, тогда и такие песни поются, да? И хочется такие песни петь, и слезы текут, и так далее. Человек ищет утешения. И вот вы знаете о страдании нашего сердца, о страдании нашей души, о том, что внутри нас иногда болит, и человек не понимает, что происходит с ним. Я бы хотел сегодня поговорить. Мне совсем недавно представилась такая возможность говорить с одним молодым человеком. Я думаю, может быть, в нашем собрании есть еще братья и сестры, которые что-то такое похожее испытывают. Но, может быть, не имея должного, так скажем, опыта, может быть, познания. Люди ищут освобождения от этой пустоты. Люди ищут освобождения от того, что, может быть, гнетет, удручает и делает жизнь человека такой просто бессмысленной. Но, чтобы, вы знаете, вы не проделывали эти такие большие расстояния, не теряли время на поиски того, что нельзя найти здесь на земле. Все равно, в каких развлечениях, ублажениях и так далее, нет этого на земле, то, что человек ищет, в чем он нуждается. И это мы находим только у ног Иисуса Христа. По-настоящему успокоить и дать мир душе твоей может только Христос. И, вы знаете, я в прошлое воскресенье проповедовал из Евангелия Иоанна, 10 глава, 9 и 10 стих. Я в прошлый раз зачитывал эти слова. «Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажит найдет», говорит Иисус Христос. И далее он говорит, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». В прошлое воскресенье я немножко так сосредотачивал мое внимание, ваше внимание на то, для чего приходит вор. И каким образом, и как от этого избавиться. Что нам необходимо делать для того, чтобы нам освободиться от этого вора, так скажем, да? И чтобы все-таки сблизиться с Господом, пойти вслед за Господом. Почему? Потому что в нем наша жизнь. И Христос говорит в противоположность этому вору или врагу, вот, который приходит украсть, убить и погубить. И в прошлый раз я особенно сосредотачивал мое внимание, или наше внимание на только. Вот сатана действительно приходит только украсть, убить и погубить. Вот это его гешефт, понимаете, да? Это его работа. Он от этого получает удовольствие. Как можно больше власть сделать, как можно больше горя принести, как можно больше людей свести в погибель. А вот Христос говорит, я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. О чем говорил он? Посмотрите, здесь Иисус Христос говорит о жизни и о жизни с избытком. Может быть, это как раз то, что ты еще в твоей жизни не переживал? Может быть, это как раз то, что ты в своей жизни утерял? Не замечая, когда оно ушло от тебя, придя к Господу когда-то, покаялся, уверовал, получил возрождение свыше. Но по мере твоего духовного ослабевания ты постепенно утратил это, потерял это. И сегодня, как бы очнувшись, ты находишь себя в таком состоянии. Нет радости, нет мира. Человек не знает, куда себя деть. Просто он испытывает дискомфорт внутри себя. Пустоту, вакуум. И не знает, чем это заполнить. В общении с друзьями, с братьями, с сестрами, может быть, родственниками. Но не находит этого. Уходит, находясь один, не находит этого. И вот он ищет, ищет, томится и не знает, что происходит. Ничто не устраивает. И все равно что-то ищет. Вы знаете, мужи Божьи понимали это. Я хочу сказать, что в то время, в древнее время, было, так скажем, легче людям найти Бога. Почему? Да потому что, вы знаете, там был путь покороче. Чтобы быстро разочароваться. Быстро испробовать то, что и цифофилум говорят немцы. Понимаете, да? На то время человечество не было настолько развито, не было такой цивилизации, как сегодня. Вы знаете, не было столько всевозможных развлечений, удовольствий, которые враг предлагает человеку. Разнообразие. Там был скот, там были поля, сады были, животные были, да, на которых человек перемещался. Ну и все. А сегодня, посмотрите, жизнь человека стала насколько короче по причине экологии и так далее. А вот, но сколько времени дьявол предлагает человеку, дает ему в распоряжение, сколько возможностей. И вот человек сегодня проделывает такие большие расстояния. Почему? Потому что за несколько часов он может быть в другом конце земли, света. Еще там не был, еще то не попробовал, еще это не увидел, еще это не услышал, еще с тем не поговорил и так далее. Вы знаете, это коммуникация предоставляет человеку такие возможности. И человек ищет в этом удовлетворение. Может быть где-то что-то, может, ну, восполнить то, что не хватает, что не достает. Может быть где-то что-то может освободить меня от того, что гнетет. Посмотрите, только компьютер. Сколько времени занимает у человека. И это чаще всего случается, когда человек не знает, куда себя деть. И он может сесть за этот герой и часы проводить там. и вроде бы и не скучно, и вроде бы чем-то занят и так далее. Но найти покой, ту жизнь, о котором говорил Иисус Христос, я пришел дать жизнь, братья и сестры, и жизнь с избытком. Вот этой простой такой земной жизнью живем мы. И, конечно, каждый по-разному, но все мы живем. А вот о жизни, которую дает Иисус Христос, он говорил, вы знаете, в свое время, слова мои, суть, дух и жизнь. Понимаете? У Христа были слова, которые несли с собой дух и жизнь. Это не просто физические какие-то процессы, протекающие в нашем организме, которые мы можем считать за жизнь. Вот живет человек. Да. По плоти, может быть, и живет. Телесно тоже все нормально. Но вот как сказать о том, что происходит внутри? Можно ли это назвать жизнью? И если это жизнь, и если это все, то какой смысл этому всему? Сегодня люди, имея богатство, карьеру, славу, возможности, которые не все имеют, попробовав все, приходят к духовному банкротству. Впадают в депрессии и так далее. И многие лишают себя жизни. Несмотря на то, что имели все, имеют все, оставляют имение, все оставляют и уходят из жизни. Это не так. Понимаете? Почему? Потому что искали жизнь, но не там. Не там. И не поверили словам Иисуса Христа, что и они относятся к той категории людей, к которым Христос пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Только им надо прийти ко Христу. И если в нашем собрании есть такие иллюзии, все равно какого возраста. Я хочу сегодня об этом сказать, друзья. Не надо проделывать эти большие расстояния. Не надо терять столько времени в поисках того, что уже многие-многие искали и не могли найти в этом мире. Но нашли это у ног Иисуса Христа. Я рассказывал, как рассказывала моя бабушка. Один человек, вы знаете, он уверовал в Иисуса Христа, но что-то еще не хватало. Что-то еще не хватало. И он стал молиться и поститься. Жена смотрит на него и думает, с ума сошел мой муж. С ним что-то не то. Что-то не то. Вы знаете, а внутри его что-то искало большее. И он это не мог объяснить ни жене, ни близким. Не мог объяснить. Вот он говорит, там что-то не хватает. Там что-то не хватает. И она говорит, что-то с тобой не то. И он стал молиться. Закрылся в комнате, как Рома проповедовал, и молился. Жена стала обращать внимание, что-то он частенько стал закрываться в комнате, и продолжительно изливает душу свою, и плачет, и молится. И вот что-то с ним происходит. Позвала, значит, одного человека. И говорит, не знаю, что говорит с моим мужем. Наверное, чуть-чуть тронулся. Что-то, ну, не всегда так было с ним. Стали, значит, с ним говорить, беседовать. А он говорит, вот тут у меня что-то не хватает. Вот что-то не хватает. Я не нахожу себе места на земле. Вот что-то не хватает. Вы знаете, а человек был немножко опытнее. Уже, по-видимому, знал такие случаи. И говорит, мамен, я сейчас скоро приеду, вернусь. И вы знаете, уехал и привез двух братьев. Тогда они еще на лошадях, на санях ездили. Привез двух братьев, крещенных Духом Святым. Ходившим под помазанием Божьим. Они пришли, стали с ним говорить. И он говорит, вот я испытываю что-то такое внутри, как будто мне что-то не хватает. Вот что-то это. Они все поняли. Это нормально. Давай, склоняй колено. Сбросили свои эти шубы. Склонили колено, так начали молиться. Молились до того времени, пока он не исполнился Духом Святым. Когда он исполнился Духом Святым, он поднял руки, говорит, теперь хватает. Вскочил, стал всех обнимать. Все, вот это, говорит, я искал. Вот это я искал. Пришла жизнь. Христова жизнь пришла вовнутрь его. И все. И муж сделался нормальным для жены. Стало все хорошо. Но он нашел, он нашел покой. Он нашел тот, что он искал. Вы думаете, апостол Петр зря сказал, когда Христос сказал, не хотите ли вы отойти от меня? А он говорит, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Христос имеет глаголы вечной жизни. Слова, которые я говорю, суть Дух и жизнь. Я бы хотел сегодня спросить наше собрание, наших братьев и сестер, братья и сестры, нашли мы эту жизнь, эти глаголы? Ведь не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И это Слово Божие. Посмотрите, о этой жизни говорит Христос. О этой жизни говорит Слово Божье. И вот вы знаете, когда мы проверяем нашу жизнь, мы разного возраста. И я очень обеспокоен, особенно о молодых людях, которые, вы знаете, ну, в познании Бога, ну, не имеют, так скажем, может быть, такого уровня, опыта. Они могут много знать. А сегодня можно много, за короткое время узнать, как я уже сказал, посредством этих медиа, да, книг и так далее. Можно много знать, многому научиться. Но вот самое главное, самое главное, что тебе и мне необходимо вообще для нашей жизни здесь на земле, и когда закончится наша жизнь, чтобы мы имели, ай, айн, альт, за что зацепиться, понимаете, мостик, по которому мы могли бы перейти в другой мир, в духовный мир. Мы закроем наши глаза здесь и откроем их вечности. Только кто-то откроет их с Богом, кто-то перейдет этот Иордан или эту реку, да, вот, смерти, понимаете, да, в жизнь вечную, а кто-то перейдет и откроет свои глаза в другом месте. Но вот это наша душа уже здесь испытывает. Вот эту тоску, ностальгию о нашей Родине мы испытываем уже здесь. И вот Христос, зная нас, зная сердца людей, Он говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Представим, что на то время было собрание, ну, Христа окружали тысячи, да, три тысячи, две тысячи, пять тысяч. Представьте себе. И Он говорит такие слова, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И вот из всего этого народа были люди, которые даже не понимали, о чем Он говорит. А? О чем Он там сказал? Труждающиеся и обремененные. Мне такое незнакомо. Может быть, кто-то кого-то спросил, не знаю. Наверное, Он кому-то другому сказал. А кто-то, вы знаете, обратил на эти слова внимание, и из задних рядов стал приближаться. Понимаете, Он услышал слова, которые как раз попали Ему в сердце. как раз Он услышал слова о той ситуации, в которой Он как раз находится. И они для Него стали живыми. Вихтик, понимаете, да? Он вот докатился до такого уровня, вот, попав в состояние обремененного человека. Ой, говорит, никогда такие слова не слышал. Вот, и, понимаете, стал пробираться через вот это общество, через эту толпу, проходить поближе, и я услышал то, что я уже давно искал. Кто же мог мне это сказать? Кто бы мог удовлетворить внутренность мою, восполнить то, что я ищу? И вот, вы знаете, и можно себе представить, стали проходить и приближаться люди, а кто-то рядом, как бы проснувшись, понимаете, стал впитывать в себя эти слова. По-моему, Он говорит то, что как раз мне не достает. А я думаю, больше половины, наверное, даже и не поняли, о чем говорил Христос. Почему? Потому что у них еще есть дела. Понимаете? У них есть еще какая-то перспектива. Перед ними еще карьера, они еще не пришли в это состояние. Они думают, еще, может быть, они там что-то сделают, то еще им нужно сделать, вот это и это. Потом удовлетворить. Дом надо построить, вот тогда я заживу. Верблюдов заведу, тогда я заживу. Понимаете, да? Ну и так далее. На сегодняшнее время машину куплю. Тогда я заживу. Мне позавчера один брат рассказывал о своем зяте, который, живя в России, жил, в принципе, ну так неплохо, имел какой-то авторитет. А вот, и у него была мечта. Он говорил своей жене, вот, говорит, переедем, говорит, в Германию. Переедем, говорит, в Германию. Мы, говорит, там, говорит, купим или построим белый дом. Мы, говорит, там, говорит, купим, говорит, белый, говорит, Мерседес и, говорит, белую корову. Вроде бы такие хорошие мечты, да? Ну, не знаю, почему корову, но, наверное, он это как-то немножко имел представление, как в России это было, да, вот, на Раимере там скот и белую корову. Но, увы, пришел в его жизнь один день, о котором он никогда не думал. Он со своим личным водителем на большом автомобиле, дорогом автомобиле, как он сказал, Шервалет, вот, был расстрелян, и водитель, и он с автомата на смерть. Не исполнилась мечта. Жизнь оборвалась, может быть, на самом таком интересном, да. Человек жил надеждами, вот это мы приобретем и потом заживем. И я уверен, приобрел бы он белый дом, белый автомобиль и белую корову, и все равно было бы в его жизни что-то, то, что говорило бы ему, это не то, к чему ты стремился. Это не то, потому что это все уйдет, это пройдет. Оно не может удовлетворить, понимаете? Братья и сестры, я хочу сейчас заострить наше внимание именно о том, кем является Иисус Христос, даруя нам глаголы вечной жизни. Он дарует нам жизнь здесь, на земле, и еще жизнь с избытком. И вот у Него мы можем это найти. Мужи Божьи, молясь Богу, говорили, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Божьей». Жаждет душа моя к Богу крепкому, к Богу живому. Что происходило с ними? Я говорю, мне кажется, что им было легче. Может быть, я ошибаюсь, не знаю, можно было бы их спросить, если бы они были среди нас, да? Но я думаю, что им было легче. Вы знаете, путь искания их был гораздо-гораздо короче, хотя жизнь была длиннейшей, да, многих из нас. Но путь исканий был гораздо короче, и они имели возможность скорее разочароваться, понимаете? Чтобы потом искать Бога. Сегодня очень опасное время. Ты можешь быть занятым с утра до вечера, и можешь в этой занятости и суете провести всю свою жизнь. И состанешься, и тебе будет некогда. Времени не достанет. Но ты не найдешь то, что тебе необходимо, если будешь искать там, где этого нет. Тебе надо искать Бога. Не раз с Богом. Прежде всего, Царство Божие и Правда Его. Все остальное приложится вам. Я бы хотел сейчас, друзья, вместе с вами помолиться. Особенно с теми, кто вот в поисках этого. Если вы поняли смысл этой проповеди, что я хочу сегодня сказать, донести каждому, вы знаете, то хочу просто указать на причины. Хочу указать на причины. Почему человек может себя так чувствовать? Первая причина, вы знаете, человек не в мире с Богом, не возрожден. И ты можешь приходить на собрание, ты можешь слышать проповеди, ты будешь придавать этому какое-то значение. Но если ты не покаялся, искренно не покаялся пред Богом и не получил возрождение свыше, ты будешь всегда чувствовать себя в таком состоянии. У тебя будет вот эта пустота. Ты будешь видеть, как люди радуются, как люди живут. Понимаете, я говорю сейчас словами, Слово Божье живут, не существует, а живут. Но у тебя вот этого не будет. То причина этому, твое невозрожденное сердце, оно еще не успокоилось у ног Иисуса. Христос еще не поселился в нем. Вторая причина, это тогда, когда ты покаялся, обратился к Господу, но Христу стало по каким-то причинам тесно в нем. Ты вытеснил его, и он вместо того, чтобы творить обитель, вечерю внутри твоей, во внутренности твоей, он оказался за дверьми. И словами откровения третьей главы, он говорит, вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Понимаете, да? Вот это состояние человека, когда человек жизнью своей, поведением своим, суетою своей, грехами своими вытеснил Иисуса Христа. Такой человек тоже не может найти покой. Он его найдет только у ног Иисуса, только когда Христос опять войдет в сердце, только когда он отворит ему двери, когда он осветится, когда ему будет прощено, брат Олег проповедовал, да? Вот о том, что кровь Иисуса Христа бывает нас от всякого греха и покрывает все, очищает все, освобождает нас. Вы знаете, и третья причина, это причина может быть испытаний. Это когда Господь допускает в нашу жизнь испытания. Время искушения. Ты этого не хочешь. Да, ты этого не хочешь. Но тебе трудно, потому что Бог допускает в твою жизнь, в твое время определенный отрезок, где тебе надо пройти испытания, перенести нагрузку, понимаете? Быть закаленным. Допускает огонь в твою жизнь. И ты начинаешь сметаться, думаешь, что такое со мной происходит? Проверяешь свою жизнь. Вроде бы, но нет причины, чтобы вот так чувствовать себя. Что такое? Молишься. Говоришь Господу, Господи, я люблю тебя. Я хочу тебе служить. Читаешь Слово Божье. Все. И все равно что-то такое. Понимаете? И если я пойду долину из смертной тени. Помните, я в прошлый раз проповедовал. Господь пастырь мой. И там Давид говорит, и если я пойду долину из смертной тени, это в то время, когда Господь пастырь мой. Может наступить период, долина из смертной тени пойдешь. Он говорит, не убоюсь я зла. Вот когда Господь путеводит нас, когда Он путеводит нас и вводит нас на злачные пажики, тогда легко верить Господу. Тогда легко следовать за Господом. Правда? Тогда мы чувствуем, все с нами хорошо, все нормально, хочется жить. А если этот же добрый пастырь поведет нас в долину из смертной тени, когда поменяются пажики, когда нам надо следовать за Господом, куда бы Он ни пошел, братья и сестры, вот это, о этом времени я хочу сказать, вот это называется испытание. И апостол Яков говорит, блажен человек, который переносит испытание, испытание, я говорю словами, искушение, потому что, быв испытан, Он получит венец жизни. Братья и сестры, вот это испытание. И в это время мы должны хранить верность Господу. Мы должны знать, что не всегда так будет. Библия говорит, Он, Бог, Отец наш, не даст нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И это может быть причиной. Но важно, чтобы мы знали, где мы можем найти покой. Чтобы мы знали, за чью руку держаться. Это важно, друзья. И если в нашем собрании есть души, которые, может быть, наподобие тех людей, когда Христос говорил глаголы вечной жизни, провозглашая их в народ, говорил слова, которые имели дух и жизнь, и в среде этого народа были люди, которые точно знали, что это о мне идет речь. Вот это я давно хотел знать. Почему мне так трудно? Что мне не достает? Я давно хотел это знать. И стали приближаться к Иисусу Христу, чтобы еще что-то услышать, чтобы, наконец-то, найти то, что я искал. Братья и сестры, если в нашем собрании есть такие люди, то сегодня для вас есть возможность прийти к Иисусу Христу, пройти сюда вперед. И вы знаете, все равно какая причина. Будет это необращенное, невозрожденное состояние ваше сердце или остывшее состояние, утратившее общение с Господом, оставившее первую любовь. И люди, которые подвергаются огненному испытанию, искушению, и это очень трудно, очень тяжело, то есть возможность. Мы будем за всех вас молиться, братья и сестры. И мы сделаем так, как мы это делаем, всегда воскресное служение. Кто желает, чтобы за них была совершена молитва, кто желает примириться с Господом, кто желает покаяться, может обновить свое покаяние, вот, с Господом отношения восставить, кто желает получить укрепление, в Господе мы будем совершать молитву. Давайте мы встанем наши ноги и помолимся за эту нужду Господу. Аллилуйя. Аллилуйя.